Развитие конкуренции, государственные закупки, бизнес, население в малых городах, а также тарифная политика и цены. Об этом сегодня говорили на коллегии Министерства антимонопольного регулирования и торговли. В этом году от регулятора ждут программу развития конкуренции во всех отраслях. Это одно из поручений правительства. Документ должен учитывать современные реалии в экономике и предусматривать действенные шаги. В итоге выиграть должен потребитель. Речь о разнообразии ассортиментов в магазинах и о количестве торговых объектов. И здесь слово за частниками. Причем они будут подстегивать и госпредприятия, и госторговлю. «Зеленый свет» для них включил либеральный пакет документов, где во главу угла ставится развитие предпринимательства без лишнего контроля и сложной бухгалтерии. О работе по-новому. Светлана Лукинюк. Никуда не надо идти, не надо бегать ни по магазинам, пришел в один магазин, все. Раньше это был комбинат бытового обслуживания в агрогородке Рожанка, но после здание пустовало. Пока за дело не взялись Игорь и Наталья, они с этих краев. Арендовали помещение и сегодня спрос есть. В основном пользуются спросом. Это ремонт обуви, ремонт одежды, химчистка ковров, химчистка подушек у нас хорошо идет. Но если радио, телеаппаратура, то мастер сам выезжает. Новые возможности для своего дела на селе открыл указ о торговле, общепице и бытовом обслуживании. Преференции и низкие арендные ставки. Здесь, например, платят 40 рублей в месяц, а в Щучине за подобное помещение отдают 500. «Принимаю заказы, вот мне надо набоечки буду делать. Хотелось бы побольше вот таких людей, чтобы наш быт оккультуривался». Тем временем предприниматели думают расширяться, готовы открыть в комплексе и строительное отделение. А там, возможно, заберут в аренду и закрытый когда-то хозяйственный магазин. Тем самым решается проблема занятости на отдельно взятой территории. Мониторинг 345 указа под крылом Март. Он, как разработчик, обращается к местным властям. Нужно разъяснять новации, особенно для новичков. Ведь проблема нехватки и объектов услуг, и магазинов на селе остра. Скудный ассортимент или вообще его нет. При этом не все области были щедры на льготные территории для бизнеса. Между тем, именно за счет частников хорошо вырос розничный товарооборот в прошлом году. Об этом сегодня говорили на коллегии Март. Правительство главной задачи регуляторов в 2018 называет разработку программы конкуренции. Необходимо научить наше предприятие конкурировать, а не использовать административный ресурс в министерстве или исполкомах. Наличие барьеров, в том числе административных, в итоге отражается на конечной цене для потребителя и в совокупности создает дополнительное давление на инфляцию. Сегодня, когда рынки открыты, эта проблема как нельзя актуальна. Ведь порой предприятия стран-соседок уже выигрывают у наших по цене и по условиям поставок, не уступая при этом качествам. Как было заявлено на коллегии, белорусские производители постепенно теряют внутренний рынок. Их доля за последние 7 лет уменьшилась с 74 до 64%. Это касается, кстати, и продуктов питания. Но на полках наших магазинов все больше появляется товаров от ЕАЭС, велика и доля российских производителей. Так что почивать на лаврах отечественным предприятиям не время. Нужно пересматривать и бизнес-планы, и условия управления в борьбе за своего покупателя. И главное, чтобы цены на товар были экономически обоснованными. Конечно, мы будем делать ставку на повышение эффективности работы этих отраслей и предприятий, прежде всего, для снижения их издержек. А не регулировать это только за счет повышения цен. Марта выступает за создание методик по тарифам и ценам. Готов открыть и научно-исследовательский центр. Это и подспорье для предприятия. Как планировать и на что рассчитывать, например, инвесторам. Среди предложений – возможность повышения цен на уровень инфляции. Тем, кто захочет заработать больше, придется доказать свою необходимость. Пока же получается, кто во что гораст. И этим пользуются монополисты. Мы в прошлом году имели рост цен по молоку 9,2%, инфляция 4,6%. И ни один обл. полком, по нашему запросу, мы проводили такое расследование, не представил экономического обоснования установления цен на молоко. В этой связи мы провели работу, включили все предприятия, входящие в объединение облмясомолпромы. Мы рассмотрим вопрос заключения соглашений, которые являются обязательными для хозяйствующих субъектов по ценовому регулированию доминантов в соответствии с законодательством. Дорожные карты развития конкуренции должны появиться для каждой отрасли. Плюсы – это удешевление товаров и отсутствие дефицита. Помощь в разработке программы от Международной финансовой корпорации. Например, если взять электроэнергетический рынок, сейчас готовится законопроект. И там прописаны взаимоотношения между производителями и потребителями. Чем больше таких субъектов будет на рынке, тем больше будет конкуренция. Ну и, соответственно, позволит обеспечить прозрачность формирования затрат. А это самое главное для потребителя, чтобы потребитель понимал, за что он платит. В госзакупке еще одна темная лошадка. Первый вице-премьер отмечает – нужно повысить эффективность. Ведь сегодня 70% их из одного источника. А это потери бюджета до четверти от цены товара. Март предлагает создать единую площадку, увязанную с казначейством, и запретить менять цену контракта. Поставщики предлагают заведомо нереальную цену. Недобросовестные поставщики выигрывают. И потом, через месяц-два, предлагается цена в 2-2,5 раза выше, чем цена, предложенная в контракте. Ни в Российской Федерации, ни в Казахстане. Нет в законодательстве о закупках положения, которое позволяет менять цену контракта. Мы над этим тоже работаем, но встречаем абсолютное непонимание как хозяйствующих субъектов, так порой и министерств. Новые подходы по госзакупкам в законе. Сейчас он во втором чтении в парламенте. А летом вступает в силу базовый документ о противодействии монополистической деятельности. Там впервые прописаны так называемые институты мягкого права, как предупреждение и предостережение. В прошлом году, кстати, регулятор рассмотрел более 300 обращений о нарушении антимонопольного законодательства. И обоснованными признано каждое шестое. Светлана Лукьянюк, Дмитрий Смирнов и Дмитрий Чумак. Агентство Целенвостей.